Проблема с пчелой, она работает с медом все время. Когда только взрела в возрасте, я начинаю созерцать красоту цветка, потому что пчела она не может. Подлетела к лотосу, запустила хобот, отсосала пару ледя меда и полетела дальше. Мы с нектаром имеем настолько близкое соприкосновение, то, во что они посвящали святых отцов, то, к чему шли великие йоги жизнями, мы получаем совершенно там, на повторяй характерную мантуру и так далее. Тебе бессмертие дали. Представляешь, да, таблетку, которая там, лекарства от всей болезни, от бессмертия, от вожделения, от всех, еще и всеми любви к Богу. Ты знаешь, что вообще дали? И самая большая проблема, это не тот, чем мы хватаемся, какими руками зачетки, а в каком мы настроении живем. Нам дали семью любви к Богу, а мы пренебрегаем. То есть, понимаешь, да, в чем наша греховность? Потому что, как видите, сказано, мы живем в этом материальном мире, поэтому мы не можем избежать каких-то осквернений, по большому счету. Поэтому самое страшное, это пренебрежение, понебратство. Когда мы начинаем относиться к гуру, как к человеку, к преданным, как к объектам эксплуатации, я еще пойду по карте, ну, там, и денег не из-за того, что они же преданны. То есть, когда мы начинаем эксплуатировать варишнавов, в этой эксплуатации мы начинаем, как бы, использовать их для своих частных корыстных целей. Ну, нигде ночевать, пройду, проживу, преданных, меня потерпят. Заодно в холодильник, там, вот, старшу. То есть, ты не думаешь, как, что я пришел отдать. Ты думаешь, а что можно взять с них? Вот это греховность. Вот это страшно. Страшное, это наше умонастроение. Или когда мы, например, начинаем, там, анализировать или обсуждать, там, старших преданных. То есть, своих братьев в Гоге мы судить не имеем. А мы начинаем обсуждать, например, там, Ачари Махарашин, преемник или непреемник Гуру-Дева. Представляешь, вообще, где это? Какой бред? Гуру-Дев, там, 20 лет, там, растил человека. Ну, смотрел, там, всех, да? Гуру-Дев. Это получается, что мы говорим, что Гуру-Дев дурачок или не дурачок. То есть, если мы сомневаемся, там, Гуру-Дев, там, этому человеку дал какой-то, там, Гуру-Шахте. Ты знаешь, что, там, с этим, передачем определенных трансцендентных полномочий. Мы говорим, а я не уверен. А кто? Ты? Тебе дали Гуру-Шахте. Тебе нифига не дали. Ты даже не можешь понять, у тебя нет достаточно веры в Гуру-Дева. А ты уже обсуждаешь, что кто-то такой. Когда Шидар Махараш избрал Гуру-Дева преемником, братьев боги все богословили, сказали, вот, там. Шидар Махараш, у вас, там, меняем нарушение. Достойный человек. Такие моменты. Поэтому, вот в чем наша основная проблема, потому что, какова наша квалификация, какие-то вещи определяет. Какова наша квалификация, там, даже говорит про ИСКОН что-то. Ты у нас вообще слова не должна понять. Для нас ИСКОН это организация Шива-Прохуплата. Мы не обязаны там следовать всем идеям ИСКОН, что есть относительно абсолютно. Но для нас ИСКОН, это святая организация, во время ухода Гуру-Дева, все продвинутые ИСКОНовские гуру написали письмо. Бак-Тиви-Я написал потрясающее письмо. На ИСКОНовских сайтах повесили информацию. Как эта организация Шива-Прохуплата, которая принялась в Поплоте, о которой мы пришли, осознанно отлично по сути дела. Как, какое право мы вообще имеем обсуждать их? Или вы решили, что у них не то настроение, а у тебя то? Нет, конечно. Я про себя говорю. Я не про себя говорю. Я про себя говорю. Я про себя говорю. Это тот вопрос, который я спрашиваю, что в городе вот то. Нет, это все понятно. Я не говорю сейчас про тебя, я просто говорю в целом. Это не ты одна говоришь о умонастроении ИСКОНО. У нас есть преданные специалисты, которые любят либо критиковать. Есть критика и критиканство. Когда мы занимаемся критикой, мы пытаемся понять, а в чем суть на умонастроение, какова идея. Тогда у нас есть некий татарский чар. Благосламе, Бахтер Асанаду Синдзо, он анализирует отношения Нарайны, Вишны и так далее. Я не имею права это обсуждать, но для того, чтобы понять, что есть единство и разнообразие, я пытаюсь это понять и объяснить. Конечно, с теологической точки зрения могу тебе объяснить, чем отличается наше настроение от ИСКОНО. Не могу сказать, что оно неправильное, а что другое. Но у меня нет, например, сведения, я не сижу ни катекую, типа, вот там, блюдет там, украинский плохой. Я не могу это говорить, что я, конечно, лидер, у него там свои проблемы, но это как-то бороться с нами, там, с собой, и поддерживать правду. То есть я понимаю, что любое лидерство несет кучу проблем. Просто, как правило, осуждают и критикуют те люди, которые к этому близкого понимания не имеют, не в духовной жизни, не в этом основная проблема. Лев Толстой сказал, что подвижники годами пытаются достичь людей, а графиня Петрова, она все уже кумала. Лев Толстой был. Ну, когда там приходила, там, светская, там, московская, там, тусовка, обсуждала духовную жизнь. А графиня Петрова, о чем ты вообще говоришь? Ну, Лев Толстой вообще понимаешь, что тысячи люди зарубились на духовную жизнь, они проходят свой опыт, падают, искушаются. Там стоят опять, почитай, там, Шамад Багавада, Маджамил, там, сколько, там, героев, да, там, был травмом, там, деградировал, там, таком, под конец жизни. Ну, а мы думаем, что к нам это не относится, что мы там никогда не упадем, никогда не деградировали. Завтра Вадут Махараш может там собирать где-нибудь под морской бутылки, там, типа, там, клюву, беджо, налезь такая. В Махараш, по-харашу. Так, хватит отлично. Зачем налить пиво, потом расскажу. Мы можем завтра быть такими людьми, где, как бы, мы не лишены, да, там, как, есть история где-то. Собаку там что-то избили, она пожаловалась, ну, я не помню, эта история прикольная. Я, в короче, в конечном итоге собак рассказал, раньше-то я была президентом храма. Знаешь эту историю, да? Ну, собаку там что-то кнули, у храма там не пустили, она была президентом храма, она, как бы, была браманом, и она вот, ну, на всех там наезжала, лаяла, а в следующей жизни стала собакой. И жила ухода, ее там тоже пнули. Ну, вот, и она там, тихо, ну, вот, в этой жизни, в той жизни я был президентом храма. И поэтому подумайте, да, если браман может стать собакой в следующей жизни, кем можно стать мы с вами? То есть я не пытаюсь там запугать вас. Мне, например, я понимаю, что, например, в Аду мне будет гораздо легче и комфортнее. Во-первых, там все мои друзья. Во-вторых, там приемлемые социальные станции. Они, в принципе, от Украины ничем не отличаются. В-третьих, там будет, ну, чуть-чуть теплее все. У нас как раз и махараджи ведут баню, а там будет постоянная баня. Будем ходить туда париться. У нас будут подпаривать железные лениры. На хориномах, что лучше работают? То есть вот, ну, два вопроса. Это когда проходят программы, например, когда приезжают космонки, что можно научиться практически хорошо готовить? Какие большие программы? Что приемлемо можно научиться, чтобы расставать? Я думаю, это вопрос хемангиния. Мне прекрасно получается. Она расскажет про рогалики и про... Я думаю, из всех наших преданных, реальный человек, у которого есть опыт раздачи просады, это хемангиния. Причем она делает на протяжении многих лет одна и совершенно бескорыстная. Вот у меня бы не хватило тяны накрутить каких-то рогаликов, ходить приставать к лютам, собирать пожертвования и проповедовать. Но помоги мне это делать. Поэтому в этом смысле я полностью отдаю ей... Она ачарья, рогалика ачарья. Нет, серьезно, потому что она практически эти дела. Вот у меня, в прямом ложном эге, в болезненном... У меня как-то раз ходил с Бималом, сам собирал пожертвования с полукорежным лицом. Но в хемангинии это делал абсолютно релиджио, с полной верой. Поэтому вот она может рассказать. Надо понять, что преданные они в целом в очень многих вещах эксперты. Это одна из граней самопедания. Потому что это фактически как выйти на панели. Только на панели человек проявляет свое низшее я, а в санкирсе не высшее я. Но когда ты идешь, то тебя могут унизить, оскорбить. Я уверен, что там хемангинии наезжали. То есть я не думаю, что там все хлопали в ладоши. Я думаю, что там люди... Твори веки, это неприятные визитные вещи. Но я понимаю, что надо ты это делал. И это круто. Потому что это акция на предании. То есть вот так вот зарубиться там или предный, который останет книги. Ты думаешь, что легко приставать к людям. Там метро с книгами, когда тебе говорят, ты эссерты там. Что же делаешь там, ты зомби. А люди идут, они останет книги писать, что есть тебя там... Ну, по сути дела, социально опускают. А ты настолько зарублены, настолько веришь в эту тему. Поэтому перед теми же преданными изысконками, которые останутся в книге или диске, только преклоняться оставить. То есть я понимаю, если мы могли сделать это, то это было бы супер круто. И нет никакого оправдания, что мы это не делаем, потому что у нас другое настроение. Такое настроение... Мы просто не в состоянии. Нам ведь можно это практически делать, но что-то никто ее рассказывает. Нет, я знаю одного из парня, который приходит к нам... Он привык всю жизнь в Санкертайм, и на этом зарабатывает деньги. Он пошел, книжки купил по 10 рублей, продал по 30. Ну, это не Санкертайм, а это просто бизнес. Он привык в Исколе, но просто оставляет книги. А сейчас он просто продает харитмиш на книге, потому что он деньги, наверное, зарабатывает. Это не служение. Это не проповедь. Он продает, как-то не проповедь. Пробует это когда-то. В эту книгу вложена энергия Кришна. Господь тебя ведет в эту посуду. Бабло на этом делаешь это бизнес. Религия – это огромный бизнес. Ты никогда не узнаешь. Поэтому все это внешнее. Поэтому где-то говорят, не смотрите внешне, никогда. Смотрите внутренне. А для того, чтобы смотреть внутренне, надо внутренне, видимо, влагать. Первым делом, что делает жулик? Он заставляет тебя поверить. То есть первая задача афериста – это научиться убеждать людей на эти веры. Второй шаг – это его обманут. Обманутый может по-настоящему поверить и поверить. Поэтому все построено эксплуатацией веры. Поэтому отличить подлинную бредность от внешних, когда сердце самому быть самым подлинным. Все эти вещи, такие-то, построены на таких подлинных вещах. Пока ты сам подлинным не станешь, ты не сможешь понять. Но первый шаг того, чтобы стать подлинным – это разочарование в себе. Потому что изначально у нас у всех материальные материалистические мотивации. И вот это называется вообще в православии «покаяние». Это не какое-то ложное, а «покаяние» – это понимание себя как сути. Поэтому Кришнадарский враж пишет «Джагай Мадай Муисей». Он говорит «Я хуже, чем наводный черв». Ты думаешь, что он это имитирует? Нормальный, я вообще преданный, он думает «Я последний урод». Нормальный человек, он думает «Я приехал и рассказывал, кто вообще я?» «А что в моем сердце творится?» «Почему они мне верят?» «Понимаю, что ты урод!» Но при этом ты не можешь не говорить об этом. Поэтому это страшно. Самореализация – это первое понятие, что тут есть на самом деле. В какой-то момент начинается самое ужасное чудовище. И надо с этим что-то делать. Первое желание, конечно, это выполнить десятого урожа. Но ты понимаешь, что это ничего не решает. От «Я» ты не избавишься. Поэтому лучшее самоубийство – это предание. Поэтому в писании сказано, что такое предание. Предание, когда твой негативное «Я» сгорает, новое «Я» проявляется через это. Понятно, да? Это и есть сирко-соруба. Основа души. Новое «Я». Потому что вот это «Я» – оно сформировано из гуматериальной природы. «Я» – женщина, «Я» – мужчина, «Я» – лидер, «Я» – то. И вот это «Я» – оно тебя держит в миллионной жизни в тюрьме. Поэтому это «Я» – identity преступника – оно должно быть растворено. А как оно должно быть растворено? Оно должно быть уничтожено через позитивное «Я». Поэтому в духовной жизни проявляется наше позитивное «Я». А это позитивное «Я» – это результаты самым пожертвованием. Оно может у каждого произойти вот там. Ихимангия, зарубленная на рогаликах там. У кого-то мантра, у кого-то еще… У каждого своя фишка, которая должен произойти. Понятно, да? Это не то, что там богатый пожертвовал, тупился. То есть каждый должен произойти в какое-то больное место. У каждого есть какая-то своя болезнь. Но это может быть получено механистически. Поэтому нету для кого характеристики. Есть общее лекарство. Но рецепт для каждого индивидуально. Поэтому человеку нужен лещащий врач. Потому что как принимать лекарства, на каком этапе, во что ты веришь, кто ты… Где ты вообще знаешь, где твоя гарантия, что ты правильно живешь в духовной жизни? Поэтому человеку нужен духовник. Духовник он сам должен быть опытным. Он не должен думать, что он опытный. Как правило, преданное оно всегда связано с другим преданным. То есть я стараюсь, например, какие-то выводы и делать быстро. Всегда советую. Гасвайма хаража. Я говорю, Гасвайма хаража, а правильно было бы задать такой вопрос гуру делай? В самом деле, такой нет. Но если вот так это повернуть, то правильно. Ну, естественное состояние. Потому что мы должны быть даже готовы общаться с тренингами. Где гарантия, потому что наши вопросы правильные. Такие еще вопросы у вас есть. У тебя уже будут вопросы, многие другие. В конце концов, что в конце пути нас ждет? То есть, в конце пути нет. Что, как бы, можно, как бы, ну, например, все отдать и ничего не получить. А можно, ну, как бы, ну, как бы. Ты мой хороший. Что вообще? Да, вот мы простекуемся. А что в конце пути? Да, в конце пути нас ждет. Да, в конце пути нас ждет. Да, в конце пути нас ждет. А первая статья. Он сказал, что в первая статья сознания грешни. Это ты ничего не отдаешь, получаешь все. Ну, по большому счету, тебе даровали бессмертие. А что ты за это заплатил, скажи мне? Я бросил курить. Только от этого здоровья хорошо. Ты что-то заплатил. И что ты бросил, ну, что-то за это. То есть, ты получил сознание грешное. Ты получил бессмертие, а в результате ты ничего не предложил Господу. Следующая стадия, когда ты это осознаешь, что я получил от Господа все, но я ничего не отдал. Когда ты думаешь, я все получил, я должен все отдать. Начинаешь отдавать себя. Ну, какие-то решения же могут быть. Ну, какие-то решения. Почитай жизнь святых и поймешь, что ты на курорте. И что нам пришло одно самое крутое. Когда ты жертвуешь всем, не ожидая ничего за меня. Вот это год. Глава отсюда начинается бахтик вреда. Безграничность. То есть, ни одна гуппи она вообще не думает. Я буду с Кришной тогда. Это вообще в аутов клачу. То есть, представь. Гундеф пришел, возможно, на миллионы жизней сюда проповедовать из духовного мира. Какова была его интенсивность отношений с Кришной, что он оставил ради тебя? А можно вопрос? Да. Вот вы такое длительное время привели за уроды, он так у вас личность в отношении был очень близкий. Он вообще помнил вообще духовный мир, он осознавал, что-то о нем рассказывал тогда вообще? Ты знаешь, для него это очень было сокровенно. То есть, никогда не рассказывал ничего напрямую. Ну, делал очень намеку серьезные. Тот, кто реально... Ну, понимаешь, тут у кого есть реально деньги, он сейчас никогда не расскажет об этом. Да скажет, тут у кого там часы. Тот, кто реально обладает трансцендентом. Он иногда, то есть, иногда он делал такие стейкменты. Ну, понимаешь, ты должен поверить. То есть, иногда он вырос, и я крутой. Но, в целом, как бы, даже один бледный из-за этого не принял ни онициацию. Он сказал, Вайшнав, ну, примерно, потом пал, потом был садяйся, потом пал. Он сказал, Вайшнав никогда не будет и себе говорить, что он крутой. Ну, например, на воду Балатаранге, вообще, на такую, говорить, Яманджаре. Яблоки. Открытый текст. Удивишься. Прочитаешь всю книгу. Диопатская душа, туда сюда. А пусть, конечно, там пару фишек таких отказов. Я там с Кришной, туда-сюда. Вот. То есть, иногда гуру может это сказать. Но очень прямая жадность, ну, как бы, для веры. Ну, как бы, то есть, может, верьме я тебе... Ну, в целом, он никогда это... Но все, что он... Короче, все принципы, признаки были того, что он этим обладал. Понимаешь? То есть, все признаки были. Все шлоки, все умонастроения, все фишки, которые инфицировали в нем. Ну, и в том числе, Шидар Махараш, он говорит о том, что это глагал. Я думаю, что он знает какие-то вещи. Были какие-то, может, более тонкие моменты. Я не хочу о них говорить. Ну, эффективно, высоковерно. Ну, иногда говорил очень, но очень тазированно. Ты получил второе посвящение? Первое, второе, третье. Каждая встреча – это посвящение. Сейчас ты получил тоже определенное посвящение. Хотя, заим, еще одно посвящение. Ты получаешь... Вот, смотри. Ты приходишь, например, работать в отделу национальной безопасности Украины. До какой степени тебе открывают архивы? Доверие. У меня. До степени твоего служения. Тебе доступ дает. Понимаешь, да? Когда у тебя будет доступ открыт к этому, когда твое служение будет требовать определенное... Тебе эти файлы откроют. Не сомневайся. Какой смысл тебе открывать все файлы, если ты не воспользуешься? Раз не теряйся? В духовной жизни нет такого. Поэтому придет определенная сила, тебе будет открыто то, что... На определенном этапе ты увидишь определенную вещь. И это будет, ну, это будет реально, практично, очевидно. Просто надо понять, что, ну, к этому надо расти. Поэтому мы знаем, что шидарма хорошо открыт, определенные вещи грубые, но мы не знаем, что и как. Понимаешь, да? Этот уровень посвящения, он происходит, ну, как бы, индивидуально. Мы знаем из истории, там, про... Добавоксисдан, да, срослай такую, во Вариндаване спрашивал. Шидарма хорошо. Какой тебе место нравится? Шидарма хорошо встречал. Когда они приехали, он сказал, вот твое место. Шидарма хорошо забыл об этом, вот твое место. Ты помнишь, ты мне говорил? Вот здесь ты был. Шидарма хорошо указал. Определенное место. И потом определенное место указал Грузеву. И тому, кому пришло время и служебно, Грузев указал определенные вещи. Но это же не как бы, не массово, а значит, индивидуально. Поэтому наша задача, это как дети, да? Детям что дают? Сначала там одно есть, потом второе, потом третье. Если ребенку дал, что-то не то, что у него произошло. Поэтому для нас очень важно расти естественную духовную жизнь. К обязательному пределу. В целом нужно понять, что половина фишек находится в нашей песне. Но проблема не в том, что их не понять, потому что они на бенгальском. Определенные песни поются в определенное время. Определенные люди. Когда сразу я такой уходил, он пел швидку Манджари. В поэзии наше закрытое посвящение. Поэтому если Грузов кому-то считает что-то, не факт, что ты это понимаешь. А если ты поймешь, то значит все нормально, когда это произошло. Много мистицизма. Сознание Кришны – это мистицизм. Но это не детский мультфильм. Даже среди. Не надо путь. Это автомальные усилия, да? Никаких усилий. Тока расслабления полное. Нет усилий, которые ты достигаешь истины. Истина, она не зайдет к тебе. Но внутреннее – это определенное эмо настроение. Желание. По любому. Желание. Эмо настроение. Почтение, уважение к этому. Определенное эмо настроение. Ты же не будешь открывать какое-то сердце своему другу, если ему пофиг на это. Ты можешь только открыться в какой-то момент. Это очень сакральный. Ты поймешь, что духовное общение гораздо ближе, чем интимное общение. Мужчины и женщины, у них какие-то отношения рождаются в интимном общении. Это не публично, не показывается. Наоборот. Для этого специально это все понимают. А духовное общение еще в миллион раз круче ты стоишь. Тебя же никто не приглашает в свою спальню. Поэтому, когда придет время, это тоже тебя пригласят на какое-то очень сокровенное. Что-то тебе будет явлено. Поэтому нужно к этому отнестись правильно. Если какое-то материальное общение может быть закрытое отдельно.